Добрый день, уважаемые любители биатлона! Сегодня мы с вами наблюдаем за первой гонкой в рамках Кубка Пушкина по современному биатлону. Любой из вас может принять в этой гонке участие. Просто берите телефон, берите мешочек или бутылочку в качестве мишени и просто гоняйте, что-то там делайте. Маршрут здесь будет у нас 4-х километровый. Не могу сказать, что там будет с рельефом, но было достаточно сложно перемещаться. Значит, стартовая площадка у нас располагается у нового театра, замечательный особняк. Как раз отправной точкой не просто так. Именно в этом здании располагалась библиотека, в которой, скажем так, работал, изучал исторические документы Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому Кубок Пушкина будет связан абсолютно со всеми местами Москвы, где был сам Александр Сергеевич. Почему Александр Сергеевич Пушкин выбран в качестве нашего, скажем, проводника в этой теме? Оказалось, я, честно говоря, сам не знал, что он был великолепным стрелком. Он любил спорт и очень много любил тоже ходить. Есть упоминания или, скажем так, записи о том, что Александр Сергеевич был замечательным ходоком, что у него была специальная трость такая с чугунным каким-то сердечником. Я не знаю, для чего она ему нужна. Но говорили, что это очень тяжелая вещь, с которой можно было даже защищаться. Ну и, кроме того, он был замечательным стрелком. Также есть воспоминания многих известных людей России, исторических личностей, о том, что именно он мог с 25 метров попадать пуля в пулю. Также он практиковался постоянно в стрельбе. И, ну, кто не знает, опять же, вот тоже случайно узнал, что было в 29 дуэлей у Александра Сергеевича Пушкина. То есть, помимо того, что он тренировался, он еще активно принимал участие. Значит, ну, на тот момент не было спорта в Российской империи. И вот он таким образом, значит, проверял свои навыки именно в дуэлях. Скажу сразу, что это было запрещенное абсолютно занятие, значит, со времен Петра Первого за участие в дуэли всем участникам, включая секундантов и, значит, самих участников, ну, наказание было смерть. То есть, удивительная вообще вещь. Несмотря на это, и все знали, что Пушкин принимал участие в дуэлях. Там пять дуэлей состоялось. В итоге пятая, последняя была вот с летальным исходом. Вот, но об этом чуть попозже поговорим. Вот, ну, в общем, был человек, который, в принципе, в принципе, занимался ходьбой и стрельбой. То есть, современным биатлоном он занимался, может быть, скажем, что он был таким родоначальником тоже современного биатлона, потому что ходил, на рубеж выходил, стрелял с пистолета и уходил там дальше, там много путешествовал. Вот, кроме этого, он был замечательным и историком, и писателем, и поэтом, и оставил после себя замечательные записи. Есть великолепный, абсолютно великолепный рассказ «Выстрел», который, ну, он экранизирован. Есть и французское кино по произведению, этому произведению есть и российские фильмы, есть аудиокниги, есть просто книги. Поэтому всем советую прочитать. Это глубокий философский такой документ. Ну, вот сейчас, в 21 веке, он слушается прям вообще очень удивительно, потому что мало того, что ты погружаешься в атмосферу далеких лет 19 века, ты узнаешь о быте офицеров, ты узнаешь о понятиях чести в то время. Да, и там есть момент, когда, ну, многие моменты были автобиографичные по поводу, там, ну, давайте об этом чуть попозже. Но факт тот, что сама книга несет в себе очень правильный заряд, и вот просто на тот момент не было в России именно спорта. Никто не развивал спорт и не было современного биатлона в этом формате, который использовался. Если бы он, конечно, был, конечно, люди бы снимали бы вот это все какое-то вот, ну, много свободного было времени, на самом деле, у людей. И поэтому наверняка бы они лучше бы вместо дуэли бы занимались бы чем-то другим. Вот. Ну, обо всем по порядку. Давайте, значит, у нас 9 этапов, 9 рубежей. Дистанция, общая дистанция у нас 4 километра. На протяжении всей дистанции идем пешком, не напрягаясь, не на скорость, чисто идем, ищем локации, где можно побросать мешочки. Вот в качестве рубежа и в качестве оружия, значит, используем мешочки 70-граммовые, мягкие, набитые опилками, ну, и там специальной смесью. Вот. И, соответственно, колушки, азбекола. То есть рубеж у нас обозначен именно таким образом. Значит, проходим 9 рубежей, время не ограничено. По рельефу трассы она с перепадом высот, но незначительно. Так как идем спокойно, это особо не влияет. Значит, общее, получается, время гонки у нас более 2 часов получилось. То есть 4 километра со всеми рубежами прошли за 2 часа. Вот. И самое главное, что, ну, у нас нет наказания. У нас просто до тех пор, пока не закрывается мишень, мы, соответственно, с рубежа не уходим. То есть попадать достаточно было сложно, потому что, кто не знает, мешочек от збекола – один из самых непредсказуемых видов, скажем так, снарядов. Потому что и помимо ветра на него много что влияет. Ну, и, конечно, руки иногда глазомер подводят. Поэтому на одном из этапов очень долго пришлось метать. Значит, по регламенту еще старались выдерживать регламент дуэли, который был прописан тоже в 19 веке. Значит, до мишени 10 шагов и 5 шагов на подход. Ну, шаги, соответственно, везде разные. Мы там ни с метром ходили, ни с рулеткой. Соответственно, где-то больше были шаги, где-то меньше, где-то уж совсем маленькие. Ну, плюс-минус мы старались соблюдать кодекс дуэли, в которых принимал участие Александр Сергеевич Пушкин. То есть, 5 шагов на подход к рубежу и, соответственно, вместо выстрела у нас бросок этого мешочка. Если мы сбиваем колышек, соответственно, мы думаем и знаем, что мы закрыли мишень и идем дальше. Берем с собой в кармашек мешочек и колышек и перемещаемся на следующий рубеж. Ну, так как это самый центр Москвы, так как это, скажем, предпраздничные майские дела, поэтому мы именно остановились вот на этом типе оружия, чтобы никого не напрягать. Очень много Росгвардии, очень много полиции. И, соответственно, чтобы ребят не напрягать там теми же луками или там рогатками или какими-то там духовыми ружьями. Вот мы просто метаем по колышку этот снаряд. Но если, скажем, маршрут будет опробован и всем понравится, я думаю, что не будет труда договориться с людьми, с руководством Москвы, чтобы именно в каких-то точках, может быть, и пострелять из безопасных тех же наших луков с гуманизатором. То есть я не думаю, что это будет серьезная проблема, но это уже отдельная организация, и это уже пошло-поехало там со всеми необходимостями, там, регламентацией, там, согласовывания и так далее, так далее. Ну, это очень сложная тема, поэтому другие виды оружия мы, скажем так, пока не используем. Вот, хотя есть мысли, что если вот на пути где-то здесь есть тиры, то, скорее всего, мы можем также путешествовать от точки к точке, заходя в тир и производя там, допустим, стрибу, там уже и выстрелы из чего-то более серьезного. Но это пока задумки. Так, значит, задачи у нас стоят две, это как можно быстрее пройти эти девять рубежей, и, соответственно, посмотреть Москву, отдохнуть, ну и нагрузить немножко организм, чтобы мы, значит, немножко развеяли, разогнали кровь. Итак, стартуем, значит, на новом театре. Это самый центр Москвы, Мясницкая улица, дом 7. Там у нас проходила церемония награждения премии «Серебряная лань». И как раз после «Серебряной лани», вот, пока было время, было время, значит, вот решил покидать мешочки и побиатлонить. Значит, первая точка у нас «Новый театр». Итак, мы, значит, на точке «Новый театр». Первый этап 16.47 по Москве, плюс 17, ясно, безветренно. Вот, и обратите внимание, там в правом углу есть веточки дерева, и они абсолютно неподвижны, соответственно, ничто не мешает броску. И смотрим, как сейчас полетит, значит, первая попытка. С левой стороны проходит мешочек, снаряд пролетает мимо мишени, мишени остаются неподвижны, и, соответственно, надо будет повторять попытку. Тем временем у нас уже идет 40 секунда, время утекает. Ну, так как нету жесткого тайминга, мы работаем своим удовольствием, соответственно, есть неограниченное количество попыток на закрытие этой мишени. Ну, и напоминаем, что это, конечно, первый этап, соответственно, давно не метал, давно не кидал, и поэтому, может быть, и глаз сбился, и там глазомер плохо работает. Вот, ну, и в оправдании могу сейчас сказать, что очень сложная, на самом деле, локация для броска. Под наклоном идет, значит, эта дорога, плюс это мостовая, мощеная мостовая. Скорее всего, она помнит даже Александра Сергеевича Пушкина, то есть напоминаем, что именно здесь располагалась библиотека, в которой работал великий писатель и поэт России. Да, вторая минута идет, к сожалению, опять все летит мимо, и летит все в одну и ту же сторону. С левой стороны от мишени где-то примерно на 5-6 часов проходят мимо мешочек. Значит, в чем сложность? Сложность в том, что сам мешочек очень мягкий, очень легкий, там буквально 77 грамм его вес, и набит он очень такой воздушный, ну, опилками, на самом деле, из-за чего Винни-Пух делался, вот, соответственно, тоже опилки. Вот первый раз сейчас снаряд, мешочек, подушечка прилетела, значит, с правой стороны от мишени, и, соответственно, понимаем, что идет борьба, борьба в голове, значит, стрелок или метатель пытается сейчас понять, как настроить все мышцы, весь каркас, весь скелет, вот, на бросок. Тут единственное, вроде бы, небольшое расстояние, вот, используем, да, говорили, что используем рекламу дуэлей. Пять шагов до барьера, и бросок, вот, на 10 шагов, ну, опять же, видно даже вот сейчас, что тут даже меньше 10 шагов, ну, то есть, шаги тоже такая вот изменчивая абсолютно составляющая, то есть, никто не говорит, какие должны быть точно шаги, и, насколько я помню, вот, опять же, от роста секунданта во многом зависело именно расстояние стрелков во время дуэли, вот, ну, сейчас идет уже четвертая минута, уже сбился со счета по количеству попыток, но пока даже намека на попадание нет. Сейчас, может быть, нет опять с левой стороны, мешочек пролетает, и, ну, перелет очень серьезный, поскользит вниз по поверхности, значит, мостовой, поскользит далеко. Тем временем уже завершается четвертая минута, то есть, вот так вот незаметно, вот, по 10, по 15 метров туда-сюда ходишь, и, в принципе, незаметно было именно для организма, вот, напряжение, именно что, ходьба какой-то, вот, то есть, наклоны, там, еще что-то, вот, ну, крайне незаметно, мне очень нравится биатлон, что нагрузка, нет монотонности, нет нагрузки, вот, на мозг, что это вот нужно делать, необходимо в какой-то транс входить, вот, здесь именно постоянная смена деятельности, и бросок, и поднятие снаряда, вот, и, может быть, сейчас, вот, обратите внимание, какое-то время шел спиной, и это именно идет визуализация прицеливания, уже более четкое понимание, где он находится, этот мешочек, и сейчас, возможно, будет, да, наконец-то закрыта мишень, идем дальше, двигаемся ко второму этапу стрелковому, это уже будет у нас дальше. Да, были проблемы, значит, с бросками, но разобрались, и сейчас начинаем двигаться по Мясницкой улице, вниз, на Лубянскую площадь, выходим, здесь проходим эту площадь, переходим на театральный проезд, проходим мимо детского центрального магазина, мимо министерства МЧС, и, значит, доходим до Большого театра, историческая сцена, напротив, напротив, это вот здесь, даже вот так вот, наверное, напротив Большого театра тоже у нас рубеж, и давайте посмотрим, как это было. Итак, фантастическая локация, историческая локация, Большой театр, историческая сцена, конечно, особое какое-то настроение, особое торжественное настроение, все очень красивое, и, знаете, вот здесь ощущаешь себя гражданином России немножко с другой стороны, когда ты живешь обычно в своем ритме, то есть магазин, работа, дом, квартира там, дома наши все такие квадратные, все одинаковые, вот, ты как-то не ощущаешь смысл жизни, а здесь вот здорово, и с первого раза получилось закрыть мишень, здорово, классно. Итак, получилось достаточно быстро закрыть мишень, так, дальше идем на переход, после перехода, после перехода, зашли, посмотрели на Карла Маркса, удивительная вещь, абсолютно памятник Карлу Марксу в центре Москвы, вот, никто его не снес, то есть это часть истории, мы ее спокойно воспринимаем, вот, дальше идем как раз по этому скверу, двигаемся около метрополя, и выходим на рубеж Старой башни, рубеж Старой башни, как раз напротив этого рубежа, проводим следующее метание нашего мешочка. Очень сложная локация, напротив ресторана Старая башня, очень много людей, она очень красивая локация, но очень сложная, здесь нет возможности по 5 минут стрелять, вот, и здесь, видите, с первого раза получается закрыть мишень, но очень близко расстояние, на самом деле. Идем дальше. И так, все здорово, получилось, и мы двигаемся дальше, мимо, значит, исторического музея, музея войны 1812 года, мимо памятника Жукову, и выходим на, значит, ну, это тоже, наверное, Манежная, что ли, площадь, даже не знаю, как она правильно называется, Ну, вот, очень красивое место, да, вот, Манежная улица, и мы как раз на фоне исторического музея, наверное, где-то вот так вот, тоже проводим, значит, метание наших, метание наших мешочков. Давайте посмотрим, как это было. Итак, уже четвертый этап, четвертый рубеж, и тоже фантастическая локация, памятник Жукову, Георгий Константиновичу, нашему тоже замечательному полководцу, и исторический музей, и вот Красная площадь, она там закрыта, конечно, уже все готовятся к 9 мая, Вот, ну, здесь первый бросок очень близко был, на самом деле, вот, получилось именно пристреляться, и уже привыкнуть к весу мешочка, и здесь, видите, практически сразу с первой попытки уже мишень качнулась, но не упала, то есть мешочек, вот, за счет того, что это очень легкий снаряд, он прошел все-таки, не сбил мишень, и сейчас будет, да, а вот уже второй, более уверенный бросок, и все замечательно, идем дальше, двигаемся. Угу, замечательно, и мы идем дальше, проходим мимо манежа, проходим мимо фигурок, скульптур, посвященные, кстати, тоже сказкам, русским сказкам, которые очень, ну, скажем, любил Александр Сергеевич Пушкин, он сделал тоже большой вклад в сохранение вот этого достояния народного фольклора, ну, понятно, что он обрабатывал их уже литературно, но сохранил огромное количество сказок, кстати, кто не знал, он еще переводил на французский язык тоже русские народные сказки, то есть, вообще, вот, удивительная вещь, я, честно говоря, не знал, никогда не задумался, о кем, в принципе, работал Александр Сергеевич Пушкин, ну, оказалось, что он работал в Министерстве иностранных дел, был там специалистом по коммуникациям, в его друзьях, как раз, и круг общения его был, как раз, дипломатой, и люди, скажем, много было иностранцев в Москве, в России, даже французская служба, так называемая, да, вот Дантес тот же самый, вот он был французским офицером, но служил в Москве, вот, соответственно, вот, очень интересный момент, то есть, проходим мимо этих скульптур, и, ну, знаете, что самое классное, что понимаем, что здесь тоже ходил Александр Сергеевич Пушкин, что это мы идем его дорогой, то есть, это все исторические центры Москвы, древнейший город, вот, соответственно, здесь заходим в сад Александровский и проходим мимо памятнику патриарху Ермогену, мученик, значит, честно говоря, не в курсе его истории, надо будет обязательно почитать, вот, и затем уже по аллеям Александровского сада идем по улице Манежной, вот здесь вот все проходим, ага, вот так вот еще, здесь заходим, уже Кутафью башню обходим, и заходим на обходную такую тропинку вдоль Кремлевской стены, идем, и здесь как раз проводим одну, один тоже рубеж, давайте посмотрим, как это было. Александровский сад, конечно, это же тоже историческое место, наверняка здесь Александр Сергеевич гулял, прогуливался, думал, может быть, сочинял стихи, может быть, задумал какие-то произведения свои, и вот, да, здесь напротив башни пытаемся сделать бросок, проходит с правой стороны получается мешочек, и причем по такой странной траектории как-то закруглился он, по огибающей траектории пошел как-то получилось, видать, сильно закрутил, и здесь, да, ну, подошел практически вплотную, и я думаю, что тут метра три буквально было, поразил мишень. Ну, вот, замечательно, значит, постреляли, и идем дальше. Проходим мимо памятника Александру Первому, и, значит, Стелла там полководцем войны 1812 года. Тоже, кстати, кто вот не знал, советую вот все-таки посмотреть, подумать вообще об истоках этой войны, главных выводах, и вообще, что это происходило, что такое за событие-то было. Знаете, в годы изучения в школе это всегда как-то вот очень однобоко и очень, ну, скажем, ну, очень просто. То есть, Наполеон ни с того ни с сего вдруг решил напасть на Россию, и вот из Парижа, вот по тем временам, без поездов, без транспорта, решил пешим ходом тоже дойти до Москвы, вот, да еще воюя, значит, по пути, потом сжечь ее, и потом вернуться обратно по той же дороге. Ну, то есть, история такая, знаете, немножко, ну, как бы странная абсолютная вещь, при том, что столицей России вообще-то был Санкт-Петербург, который находится не так далеко от границы, и, ну, в общем, крайне интересная тема для рассуждения и вообще для историков подумать, как это все происходило, опять же, для изучения истории России, к чему, в принципе, тоже всех призываний. Так, значит, здесь также произвели, значит, тоже метание наших мешочков. Итак, уже шестой рубеж, рядом с Кремлевской стеной, на фоне этой прекрасной башни, и очень красивая локация, как-то все линии сходятся вот сейчас в сторону этой башни, очень красивая, так, по киношному, так, картер, и буквально с первого броска, получается, закрытая мишень, очень уверенно. И пошли дальше. Здесь вышли к памятнику князю Владимиру Крестителю, тоже монументальный памятник, новый памятник, вот, ну, тоже, кстати, крайне интересная тема, тоже, кто не знал, как выбиралась религия, вера для России, то есть, тоже почитайте, посмотрите, и сразу скажу, что тоже князь Владимир, он был, ну, несмотря на то, что он был крещеный, вообще он, как бы, придерживался другой религии, и он был, скажем, приверженцем старой веры викингов, то есть, он был викинг, и, соответственно, верил в Одина. Один, то есть, вот у нас один, два, три, четыре, пять, вот, вот, у нас даже в русском языке сохранилось вот это слово, Один или Один, ну, даже в таком варианте, именно по этой причине, вот. Вот, и, значит, вот почему у нас веротерпимость в Российской империи, в России всегда была, ну, на определенном уровне, конечно, тоже были какие-то перегибы, вот, но в итоге все, как бы, выравнивалось, и в итоге как-то все приходило в какую-то гармонию, потому что в России, ну, я не помню, что именно по религиозной схеме кого-то уничтожали, то есть, как это было, допустим, во Франции, там, во всей, как раз борьба, там, протестантов и католиков и так далее, то есть, у нас все-таки, ну, вот, под знаком или под знаменами Христа все-таки была, как бы, ну, больше со внешней политикой связаны были конфликты, вот. Вот, и, значит, дальше мы двигаемся, как раз почему начали говорить про веру, потому что следующей точкой, следующим рубежом у нас будет Храм Христа Спасителя, то есть, прошли по набережной Пречистинской, прошли, вот, вышли как раз на площадь перед Храмом Христа Спасителя, и здесь тоже был у нас рубеж, давайте посмотрим, как он проходил, этот, как мы проходили этот рубеж. Долго думал насчет Храма Христа Спасителя, все-таки, ну, это действующий религиозный центр, и как-то вот всегда так, пытаешься понять, насколько совместима активность, ну, скажем так, активность такая, связанная со здоровьем, спортом и вот религиозный центр, но здесь именно даже не в плане того, что это вот какой-то конфессиональный центр, а именно в том, что это все-таки памятник архитектуры, это памятник России, это центр, духовный центр России, соответственно, именно в этом плане, что на его фоне производим вот это вот, скажем так, соревнования какие-то, поэтому, ну, кто бы как что ни говорил, с другой стороны, знаете, я всегда тоже обращаю внимание, что сама Русская Православная Церковь всегда, в принципе, хорошо относится к здоровому образу жизни, к спорту, зная огромное количество соревнований, которые проходят при поддержке, скажем так, значит, там и по рукопашному бою, там, я знаю, какие-то еще виды спорта поддерживаются, поэтому, ну, надеюсь, что и биатлон тут как бы никакого урона здесь не принес, идем дальше. Ну, достаточно долго времени потратили вот на пристрелку и на попадание, что-то никак не срасталось, вот, и двигаемся дальше, значит, по Патриаршевому мосту переходим, значит, реку Москва, и тут есть замечательная эстакада, на этой эстакаде мы как раз тоже, давайте постреляем. Закат уже, прекрасные облака, тут мост, ну, очень красиво, очень красиво, всем рекомендую найти время, приехать, погулять, именно вот здесь, в центре Москвы, ну, и замечательный бросок, тоже тут уже чувствую и вес мешка, и, ну, в принципе, уже как бы пристрелялся, все хорошо, идем дальше. Постреляли, все получилось достаточно быстро, и сейчас идем к водоотводному каналу, мы идем к арт-объекту, ну, это болотная набережная, идем к арт-объекту Большая Глина, ну, какие-то другие названия этого арт-объекта, ну, вот мы как-то по культурам называем Большая Глина. Бывал ли здесь Александр Сергеевич Пушкин? Наверняка бывал, наверняка он здесь ходил, вот тоже это как бы добавляет такое тоже крайне интересное было ощущение, вот, и, значит, здесь уже проводим заключительную стрельбу, девятый рубеж, кидаем эти мешочки, и, соответственно, давайте тоже посмотрим, как это было. Экиманская набережная, арт-объект, который называется Великая Глина, то есть по замыслу художников, это все, что осталось вот от тех проектов, вот, от тех скульптур, которые вот были сделаны, вот остались как раз куски глины, и вот эту всю глину увеличили несколько раз, все это в алюминии отлили и поставили на обозрение, значит, в Москве. Получилось закрыть практически сразу. Вот, и с другой стороны тоже здесь уже вдали видно памятник Петру Первому, немножко вот проблескивает как раз с левой стороны уже вода, и здесь, конечно, это будет очень сложные броски. Дело в том, что если упадет мешочек в воду, то его достать будет практически невозможно, он сразу утонет, вот, а с собой я прихватил всего один мешочек, то есть один на один, то есть у меня один снаряд на одну мишень, вот, и если вот сейчас он влетит, скажем так, в воду, то все соревнования закончатся без закрытой мишени. что не очень хорошо, поэтому стараюсь очень аккуратно кидать именно подальше от воды, чтобы все-таки мешочек двигался именно в сторону суши. Так, и бросок, и недолет. Вот, когда есть недолет, повторюсь, это уже плюс-минус пристрогался к этому рубежу, к этому, значит, к этой локации, понял, как летит мешочек, и вот этот обычно именно легкий, несильный бросок, именно показывает, что он в правильном направлении. Как только начинаешь прикладывать силу какую-то дополнительную, пытаешься как-то плечом, либо предплечьем сработать, то, конечно же, идет сбивка прицела, и снаряд уходит далеко-далеко от мишени в сторону. Вот, и, соответственно, опять надо будет сейчас возвращаться. Вот, но здесь уже, обратите внимание, идет разворот в полете этого снаряда, то есть подушечка летит, мешочек неровно, он заваливается в одну из сторон, скорее всего, тоже, опять же, опилки просто сбились в одну сторону, и поэтому не летит сам снаряд. Вот сейчас попытка, вот, хорошо, был хороший бросок, и практически, видите, получилось закрыть мишень, но, к сожалению, опять же, приземление было перед мишенью, а потом скольжение было не на мишень, а чуть-чуть в сторону. Вот, очень сложно, на самом деле, попасть, может быть, сейчас получится. Есть очень хороший бросок и четкое завершение нашей гонки. Ну вот, долго достаточно пришлось пристреливаться, но в итоге все-таки мешочек попал куда нужно, сбил мишень, и мы на этом завершаем наш современный биатлон, который мы проводили в центре Москвы по пушкинским местам в рамках Кубка Пушкина по современным биатлонам. Если кто хочет принять участие в этом мероприятии, также берите мешочки, берите какие-то мишени и проходите. Может быть, у вас получится быстрее пройти этот маршрут, может быть, вы будете использовать речной транспорт, может быть, на метро будете перемещаться, может быть, не знаю, самокаты будете использовать, ролики, доски, скейтбордические велосипеды. То есть, в современном биатлоне нет каких-то жестких рамок по поводу того, как это должно быть. Все, что удобно вам, значит, правильно, значит, так и нужно. Вот, самое главное двигаться, самое главное метко бросать или стрелять, и, в принципе, тоже выкладывать свои видео. С удовольствием будем ждать ваши путешествия и ваш современный биатлон на нашем сайте modernbiathlon.org. Там сможем разместить ваши все видеоматериалы, вот, под... Ну, провести типологию, значит, биатлона и, скажем, записать ваше имя на страницах истории биатлона. Всем большое спасибо за внимание, всем всего хорошего, пока!